Кто является жителем Байт-Уль-Махдис? Мусульмане. И мы не говорим, что это арабы, так как если арабы не соблюдают религию Всевышнего, они не имеют к нему никакого отношения. Ведь Аллах сказал в Куране, «Мы уже записали Писание после того, как было записано в хранимое скрижале, что землю унаследуют кто? Мои праведные рабы. Это и есть истинные жильцы земли». Так же сказал Муса Мир ему, своему народу, который представлял верующих его время. «О мой народ, вступите на священную землю, которую Аллах предписал вам, так как народ Мусы должен был сразиться с неверующим тираном, жившим на этой земле, а его народ был более достойен этой земли. А после того, как эти земли, земли Шама, в общем были открыты руками верующих, то верующие стали их жильцами, и они более достойны их. Я хочу сказать, Аллаху известно лучше, что невозможно вернуть земли Шама и земли Палестины. В частности, кроме как тем же способом, которые они были возвращены, командованием такого, как кто? Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Мужчинам и подобные мужчинам из войска Умара, да будет доволен им Аллах. Те, кто не сражаются, кроме как для того, чтобы возвеличить слово Всевышнего Аллаха. Если мусульмане добьются этого, то они будут сражаться с иудеями. И будет так, что иудеи спрячутся за деревом, а это дерево крикнет мусульманину, «О мусульманин, о раб Аллаха, вот он иудей за мной, так убей же его». А что касается того положения, когда люди видят эту борьбу, это сражение между нами и евреями, как войну народов, войну фанатизма, то не будет нам успеха никогда. Мы не одержим победу, ведь Аллах не дает победу, кроме как тем, кто помогает его религии, так как повидал в своей книге. Аллах помогает тому, кто помогает ему. Поистине Аллах всесильный, могущественный. Мы обещали свою победу и поддержку тем, которым мы одарим властью на земле. И они будут совершать молитву, выплачивать закат, велеть совершать одобряемые и запрещать предосудительные. А исход всех дел у Аллаха. И если мы изучим положение первого поколения этой общины, то увидим посредством, чего они выиграли, на каких основах они строили победу, единобожие, искреннесть дел ради Аллаха, следование пророку, мир ему и благословение Аллаха, оставление мерзких нравов, оставление мерзостей и порицаемых дел. Также они не уподобляли своим врагам. Проблема в наше время, что сегодня среди нас есть те, кто уподобляется неверующим и считает это величием и почетом для себя. То есть мусульмане видят, что подражание неверующим — это величие и почет. И также те, кто думает, что возвращение к истокам, на которых был пророк, мир ему и благословение Аллаха, его сподвижники, являются отсталостью. Это в точь-в-точь, как сказали предыдущие неверующие. Когда многобожники видели их, сподвижников, то говорили, они есть заблудшие. И поэтому мы обязаны, дорогие мои братья, вернуться, чтобы изучить и поразмыслить над тем, что имело место в первом лучшем поколении, чтобы затем следовать им в этом. И только тогда будет предписана нам победа. Субтитры создавал DimaTorzok